Возят тоннами цемент, керамзит, кирпич, бетонный, я не знаю, что возят. И эта нагрузка, они превышают просто максимальный вес перевозимый для лифта. Вот она и червячная пара снашивается. В доме номер 58А по проспекту Героев лифт устал. Из-за длительной эксплуатации здесь произошла капитальная поломка, из строя вышел редуктор. Замена данного узла не предусмотрена условиями договора на техническое обслуживание этого лифтового оборудования по данному адресу. Поэтому жители сами должны принять решение. Два варианта. Либо этот узел будет заменен полностью, либо лифт будет запрещен к эксплуатации. И вот пока жители раздумывали, что делать с неисправным лифтом, компания «Содружество лифт», которая обслуживает подъёмное устройство, отключила его. И это непростая прихоть. В ходе проверки установлены сроки, в течение которых собственники должны устранить неисправность, потому как дальнейшая эксплуатация этого лифта опасна для жизни. У нас свободный ход в редукторе не должен превышать, это по норме снится, не более 64 миллиметра. А у нас сейчас он превышает, вот свободный ход, вот штурвал я кручу, свободный ход превышает сейчас 75 миллиметров. Что при движении лифта очень вызывает недоброе, ну, не оказывает на жильцов дёрганье. Когда кабина едет вверх, и зубья выходят из зацепления с червяком, кабина самопроизвольно полетит вверх. Если кабина поедет вниз, значит полетит вниз она, потому что зубья вот эти сточенные, не будут зацепляться с червяком. Этот редуктор своими силами не отремонтируешь. Слишком сложная работа. Её производят на заводе. Обслуживающая организация имеет право в этом устройстве производить лишь мелкий ремонт, вроде замены подшипников. И после каждой манипуляции проводится обследование контролирующей организации. Вообще, обслуживающая компания на средства, которые жильцы платят за содержание лифта, согласно договору, может производить лишь текущий ремонт. В текущий ремонт у нас входит осмотр лифтеров. То есть у нас есть в штатном расписании лифтеры, которые ходят периодически, осматривают лифты. Ремонт проводят электромеханики, смазку, наладку, замену запчастей. Плюс ещё аварийно-техническое обслуживание. То есть есть аварийная бригада у нас, которая выезжает на застревание, освобождает пассажиров. То есть и устраняет тоже мелкие неполадки. Замена редуктора не относится к текущему ремонту и не прописана в договоре. Соответственно, и производить эту работу жильцы должны за счёт собственных средств. Денег на счёте в доме нет. Управляющая компания предложила нам лифт, замену редуктора, произвести подоб финансирование. Собственники дома от такого предложения отказались. Они просят, чтобы замена редуктора произошла за счёт счёта по капитальному ремонту. Хотя в данном подъезде 9 квартир ни рубля не внесли на счёт капитального ремонта. Жильцы дома разделились на тех, кто согласен заплатить за ремонт лифта, и на противников вложения дополнительных средств. По приблизительным подсчётам с квартиры нужно будет сложиться по 300 рублей в течение трёх месяцев, чтобы собрать необходимую сумму. Протокол собрания, решение собрания. И производится доп. финансирование, включается в квитанцию на техническое обслуживание. На несколько месяцев разбивается эта сумма и выставляется собственником в жилом помещении. А между тем и по 300 рублей складываться некоторые жильцы не хотят. Они требуют, чтобы дорогостоящий ремонт редуктора был произведён за счёт средств фонда капитального ремонта. И это, в принципе, возможно. Для этого необходимо также жильцам собрать, провести общие собрания жильцов, принять решение о вхождении в краткосрочный план ремонта и подать нам документы. Соответственно, до 1 августа текущего года. Вот только ждать ремонта придётся не один год, потому что заявки на включение в краткосрочный план принимаются до 1 августа. А сами работы будут производиться в 2020 году. И то не факт. А ходить пешком почти два года, согласитесь, сомнительное удовольствие. Наши позиции чинить надо лифт, платить деньги. И кто хочет пользоваться, кто не хочет, не пользоваться. Ну, то есть вы осознаете, что это общедомовое имущество? Конечно. Но никто не должен никому. Все мы давно уже должны это понять. За чей счёт ремонтировать нужно ли? Я вот сколько тут живу, я ни разу на лепти не ездила. Ну, это не значит, что его не надо ремонтировать. У меня в руки даже нет. На втором этаже. Ну, понятно. Но это же всё равно общедомовое имущество. Советская власть не поменяла. Российская не поменяла. А дважды уже должны были поменять. А он у нас всё ездит. Я считаю, что и жильцы должны заплатить, но и государство, которое не сделал нам ни разу, его тоже должны были заплатить. Вот моя позиция какая. Так что ездим, ждём, когда пенсионеры скинутся. А вы с какого этапа? И поменять. С пятого. До пятого пешком я дойду. Польза для здоровья. С подобной ситуацией в скором времени могут столкнуться все дома, в которых есть лифты. Особенно новые микрорайоны. Дело в том, что они были построены примерно в одно время. А значит, и изношенность лифтов у них примерно одинаковая. После определённого срока эксплуатации подъёмные устройства необходимо проверять раз в три года. Ну а поскольку это общедомовое имущество, то обязанность содержать его в работоспособном состоянии лежит на собственниках.